Песня 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 Последнего духа Дыхание Чтит еврейское Для чего ты меня оставил? Говорит он От лица человеческого естества Как бы так Почто ты Божий Оставил меня человека Чтобы я имел нужду В распятии За меня Бога Ибо оставлены были мы люди А он никогда не был Оставляем отцом Иоанна 16,32 Ибо прежде души всех содержались в Аде, пока не пришел проповедавший, ваше буквы, к лененным отпущением. Завеса разодорвалась знамение того, что благодать Духа отступила от храма, что святое святых сделается видимым и доступным для всех, как это и сбылось. Когда вошли ремляне, и что самый храм сетует? Как обыкновенно иудеи поступали в несчастьях и раздирали одежды свои, так и храм, как бы одушевленный, показал тоже во время страдания Творца, разодрав одежду свою. Но этим означается и другое нечто. Плоть наша есть завеса, выделена нашего храма, то есть ума. Итак, сила, которую плоть имела над Духом, разодрана страданиями Христовыми сверху донизу, то есть от Адама до последнего человека. Ибо и Адам осветился страданиями Христовыми, и плоть его уже не подлежит проклятию тлению. Напротив, все мы почтены нетлением. Сразу какие-то вопросы, дополнения, молчания. В шестом часу, то есть в двенадцать часов, да, по нашему? Это сейчас, вот это вот по времени, которое у нас. По нашему. Девять раз, и вот, в двенадцать, там, это, на, это, в двенадцать, там, это, вот, три дня. По нашему, в три часа дня, вот, в двенадцать, по нашему, в двенадцать. А и в двенадцать, когда дают, там, поправку на шесть часов праздника, это, как у евреев считалось. Время есть, там, которое государственное иринское, и это, ну, сейчас старый новый стиль, примерно, что-то сказать. Вот он, Ивлея, Илама, Савахфани. Он говорит, для того, чтобы до конца верим, показать, верим еврейскому народу через это. Странное толкование. То есть, выводите в этот обстановку. Вот Иисус на кресте, а если Иисус, а убивают человека, которого считают, он отступник, он предатель, он власовец, Гитлера, сам продался. И он на расстреле что-то вот такое же говорит, при расстреле. Как доказать, что он патриот? В его словах. Вот Зоя, господи Яновская, ей приписывают, петлю надели на шею, будто бы она крикнула, всех не перелевшие те. И на этом все. Оказывается, ничего этого не было. Ее выдал свой народ, не немец ее взял. Она поджигала свои хаты. И тут ее и схватили, отдали. Все, со мной советская пропаганда выдумана. Сейчас все официально пишут. Но здесь ничто не меняется. Говорит по-еврейски. Почему? И главное, перевозчики это переводят тоже из еврейского. Это масарет. Какой уровень? Харамейский язык. Евангелие от Матфея, правда. Одно только. Но основное это перевели, а это нет. Почему? Почему? Греческий язык сохранил еврейские слова. Что за этим стоит? Или ничего нет? Какие мысли-то есть у вас? Мне, я так думаю, просто, я же не богослов, не для ослов. Сегодня стараются доказать, что синодальный период неправильный. Притом, недавно было об этом выступление. Сначала беседа, а потом выступление митрополита Илариона Албеева. Считается, после патриарха он первый. Там композитор, ароны и все. И разговаривает там человек, который в совете у Путина, Ряховский, пятидесятник. И он говорит, у нас у всех протестантов синодальный перевод. То есть они держатся. Православный первый начинает подтачивать. Вот там слово не так, вот так вот. Знают они. Я в своей жизни встречал людей, которые знают еврейский язык, родной он язык. Родной. Евреев. Александр Мейн. Ученейший, энциклопедические знания буквально. И он даже мыслях не допускал делать поправки. Вот сказать, они неправильно перевели, переводчикам не хватало знаний. Я говорю, вы можете переводить, как вот Салтырь Матфеев перевел. Герасим Петрович Павский. Или Хвольсон, Давид Авраамович. Ну вот так вот, сидя и нарядом. Он вот так от меня отшатнулся. Да вы что? Да нет. А работает с еврейскими оригиналами. С еврейскими свитками. И он даже мыслях не допускал так перевести, как они переводят. Таких переводчиков сегодня нет. Просто их нет. Он должен знать и греческие, и толкование. А как интересно это слово толкует Иоанн Златоуст. Берем так. А как Иеронин Стридонский перевел это место? Он должен знать страшно много. А как тот-то? У Еврея Васильевна по-другому. Перевод другой, да. Вот вначале было слово. Слово было у Бога, и слово было Бога. Слово. А там написано Логос по-грешески. А Логос означает разум. Там значений много. Но какое взять? Понимаете? Это не просто как он... Я если будь истинный, жив. Так вы понимаете? Считаем эти шесть в ангеле от Иоанна. Но когда мы считаем епископа... Архиепископ этого... И Николая Касаткин, просветитель Японии. Он говорит, перевести мы не смогли. Как? Да я и то перевел был. Нет, это язык другая, другая культура. Причем тут культура? Тут они говорят, кто у кого был в зависимости. Японский диалект или что-то осталось в Китае. Вы говорите сначала на китайский, а потом с китайского перевели на свой. У нас путь и все. А у них путь переводится 12 значений. Я к примеру говорю, там может быть 11. Один путь это дорожка, которую протоптали звери в лесу. Другая, свой скот, другое название. Третья дорожка, по которой я хожу на работу. Третья дорожка, по которой все ходят, я не я. И, наконец, дорога, по которой никто не имеет ходить, право, кроме царя, императора. Да какой пункт поставить-то здесь? Лев Толстой поставил. Вначале был разум, и разум был у Бога, и разум был у Бога. Ему сразу же в ответ. Сидеть прямо, не зажмуряться. Только зайдут, и уже покой нашли. Разум. Какой разум? Разум человека, глубоко верующего. Или разум Камшедава, который до сета наедается, до бливотина, китовина, кита убили. У него тоже разум есть. У него собаки есть. Но что он в них понимает? И вот теперь слово разум, ты разруди, какой разум? И сказали нет. Разум еще ничего не объясняет. Слово. А теперь журналисты везде пишут. Вначале было слово. Вначале, вот едешь и реклама, колбаса. И хлебом, и единым, жив человек. И тарелка с колбасой. Ну не об этом, там написано всяким словом, исходящим из уст Божьего. Вот. Не одним хлебом, то есть колбасой откупите. Это то, это когда посмотришь на все, какая глубина. Златоуст говорит, ни одного знака, не пропускай мимо. Заложено столько, на целое тысячелетие хватит. Вот эти слова уже много раз их изъясняли. Я знаю толкователя Златоустца, я все 12 томов насчитывал, конспектировал. Я их знаю. Но когда посмотрел, и прямо с Сириной есть разница. Посмотрел, и дать и Бричанинова, еще Афеофана Запорника, вообще самое простое толкование. Но наконец я стал думать об этом, и мне мысль пришла, такого толкования ни у кого нету. А меня сразу спрашивают епископы, где вы это берете? Я говорю, у Бога, там я говорил, например, проповедь Ефон, где висит меч Голиафа. И что он означает? Где они его спрятали? Одежда священников. За ней спрятали сегодня слово Божие. А тот меч и Магедовостровый. А почему? Я этим страдаю, болею в проповеди. Надо сказать, скажи, скажи, может обратиться душа. Понимаешь, сколько заложено здесь? И мне вот кажется, так я думаю, эти слова сохранили тот оригинал, на котором Христос сказал, что мы сегодня, когда будут спорить, едишь. Есть разговорный еврейский язык, есть который письменный. А сохраняется тот язык арамбельский, который был, вот вы с него и переводите. Одна эта фраза загоняет, все остальные переводы отбрасывают. Один перевод. Вот с него теперь переводите. А вы его не знаете. Ну, ко мне приезжал у меня крестик еврей. Наум Израильевич. Не просто полукровка, а чистопородный еврей. Родители в Израиле. А его Бог так открыл, что амасон все понимает. И стал говорить. У него интервью был, а он амасона говорит прямо на аппарат. Такие вот бобины там писали. Его дети поехали визу открывать, а их не пустили в Израиль. Не пустили. А он говорит, из-за чего? Из-за меня. Понятно? То есть, ну что они им, бетишки, скажут? Ну они это не отец. Далеко не отец. Они у меня в лагере были, бетишки. Очень боевые. И однако страху набег. Он сказал, что все управляют евреев, не надо споревать. Банкиры и прочее. Вся Америка в долгах. Триллионы долларов должны евреям. И Америка вся по уши в долгах. Люди даже не знают. А могут рассчитать и не рассчитать. Я был у Орлова Никиты Пьортистовича на квартире стоял. Это в Лос-Анджелесе. Он говорит, ох и глупый народ. Глупый, глупый. Вот этот дом, он такой, как у Павла. Вот так вот балка. А на него носки, а там на носке эти перекрывают такой потолок. Вот как у Павла. Точно такой же. И говорит, они уже заплатили за него треть и дом платят. А еще на это не рассчитались. Проценты-то идут. Ну а процентов сколько там ипотека? Там 12-17. А о том-то стоит 1-2, 2-2 тысячи. Никогда в долг не бери под проценты. Нигде, никогда. Нигде, никогда. Международный валютный фонд дает по 20%. Пять лет прошло. Если заняли миллиард, 2 миллиарда уже платить надо. Ну 20, 25, 10, 100%. И вот здесь мы должны знать. Почему он так сказал? Мне видится так. А где-то читали про это? Нет, не читал. Просто я много занимался переводами. И вижу, как сейчас нападают на Новый Завет. И я молюсь об этом. И мне вот как бы мысль такая. А вот это для того, чтобы не спорили. Как бы в будущее века Господь забросил эту фразу. А теперь по ней все решайте. На этом языке и решайте. Мне вот так видно. Вот я когда говорю, что монастырь это самое опасное. Самое зловедное, что в мире это придумано было. В том виде, в котором они есть. А как это так? Очень просто. Монастырь просуществовал где сидели. Все. Господь говорит, сидите в Иерусалиме. Доколе обречетесь с силой. Еще и здесь сидели. Дух Святой сошел. Троица и послугил. Какой монастырь? А здесь сидели. Сидели, дрожали, боялись берега. Говорит. Здесь сидели. Но попытка была раньше. На преображение. Сделайте их кущи на горе. А там пускай люди сидят с десноватыми возятся. Попытка была. Но она закончилась. Написано, не знал, что говорит. Какие кущи? А вы где-то читали. Не читал нигде просто то, что я говорю. Это моя наработка. Попытка была на горе преображения. Какая мы не знаем. Хотя говорят Фавор. Нигде нет намеков, что это Фавор был. А так привыкли. Фавор, Фавор, Фавор. И баптисты поют Фавор. На Фаворе побудем и снова пойдем. За Христом, где висит, путем. А нету нигде. Все места о Фаворе говорят о другом. Нету. Просто нету. Вот считаешь Матфея, говорит. Иисус поселился в Назарею. Как и пророки предсказали. Назарею наречился. Пророки предсказали. А Златовус говорит. Не пророки. А Нинь пророк об этом не говорил. Нету. Ни один. А ссылается на Самсона. Ссылка делается там. Судей там. Такая глава стих. А почему в то время, когда говорил, были. Были, но были утеряны. И так как понял, что к Христу относятся, мы себя просто уничтожили. Все. Вот у меня есть материал такой. Книги не вошедшие. О которых упоминает Библия. Сейчас я могу ошибиться. Но не менее 12 книг. О которых Библия говорит, а их нигде нет. Ну раз Библия о них говорит, значит они были. Книга царей. Написано. Книга пророка такого называет. Апостол Павел говорит к Алицарам. Когда у вас будет прощено это послание, пошлите в Ладикеево. А Ладикиевское. Прочлите у вас где Ладикиевское послание. Нет его. Павел сам говорит. Я в Ладикеев писал. И где он вам потеряли? Брохли. Но нет ли его? А Павел говорит. Я писал вам. И говорит. Перенесите его к Каримфинам. И Каримфинам первое послание было второе посчет. А второе это третье. А где первое Каримфинам? Руками развели. Почему? Кое-что терялось. Кое-что умышленно уничтожалось. Это не два, не три дня. За книгами охотились. Ну и вот результат. Мы должны картину перед глазами иметь. Вот к нам приехали здесь в гости. Людмила Анатольевна. Ее брат Сережа здесь. Был, кажется, улыбжена. Я решил побеседовать. Дву раз баптисты, они понимают, что это не так. Я говорю, а вы знаете, кто составил канон? Не знаю. Канон кто составил? Какие книги? Евангелие-то было не четыре, а двадцать. Разные. Евангелие от Фомы, Евангелие от Василиска, Евангелие от Евреев. Церковь признала их недействительными, подложенными, апокрифами. Не знаю. Я говорю, а кто перевел? Не знаю. Православное. И сохранили православное. Канон составил православное. Двух святой честь православных. Тогда католики все вместе были еще. Ну а перевели в 1876 году православное, четыре, духовная академия. Два переводчика, Менополит, Филарет и Макарий, Алтайский, Архимандрит, канонизированные переводчики. А вы-то своих никого не знаете. Ну, баптисты переводили, нет. Это хорошо, что вы держите эту Библию, но вы сейчас. Вы должны ее понимать. Он, Алексей, сподобился в Барнамуле, был. И там отмечали, как раз, говорит, на стадионе, 500 лет реформации. 500 лет раскола. 500 лет перещайшего заблуждения. Они отмечали. Собрались все еретики и на стадионе там. Прекрасно. Хлопают, пляшут, там что угодно. Вот сейчас рекомендуем. Так, у нас время-то ограничено. Я бы хотел сказать, что пока на сегодня хватит, у нас еще две темы другие. Оторвали.